World Food 2022 продолжается. С нами представитель торговой сети Перекресток Елена Воронцова. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот вы принимали участие в конференции по ЗОЖу и Еде Будущего. Скажите, есть ли какие-то итоги конференции, как она прошла? Вы знаете, когда мы готовили эту конференцию, мы старались сделать ее максимально интересной, насыщенной. Сегодня производители как никогда интересуют тема аналитики, как не просто произвести продукт, но как его и продвинуть. Поэтому это очень важные показатели, и мы старались максимально собрать репрезентативных спикеров, раскрыть со своей стороны, со стороны ритейла цифры, показать, кто такой ЗОЖник, его современный портрет, что он покупает, какие есть тенденции. И нам показалось, что нам это удалось осуществить в полной мере. Мы видели полный аншлаг в зале, очень много интересующихся данной темой. Мы видим динамику от года к году, что все больше производителей пойдут в эту повестку, посещают выставку. И мы будем стараться и следующее мероприятие сделать такими насыщенными, чтобы больше было и производителей, и сам ЗОЖ-рынок в России развивался. Скажите, пожалуйста, в этом году как вы оцениваете? Люди интенсивно, скажем так, интересуются ЗОЖем? И вообще, насколько им было это интересно? Безусловно, ЗОЖ немножко потерял позиции по сравнению с периодом пандемии. Но мы видим, например, у себя в торговой сети рост ежегодный плюс 15, плюс 20 процентов. Мы видим, что люди все больше внимания уделяют определенным тематикам, например, безглютена, о котором мы очень много рассказали вместе с партнерами-производителями в данной секции. Не просто о том, как производить продукт, но как его успешно продвигать. Мы увидели интерес к теме без сахара и теме здоровых перекусов. Потому что, как бы то ни было, здоровый образ жизни – это счастливый образ жизни, который предусматривает постоянное движение. И когда ты двигаешься, ты должен употреблять продукты, которые будут помогать тебе оставаться в ресурсе. То есть функциональные продукты, поэтому мы и назвали конференцию ЗОЖ, Органик и Еда будущего. Еда будущего, какая она? Немножечко можно раскрыть? Безусловно, это функциональные продукты, как я ранее сказала, с чистым составом. Либо продукты, обогащенные дополнительными минералами, дополнительными витаминами, которые позволяют вам быть в ресурсе, то есть иметь энергию для работоспособности. Это продукты специальные для спортсменов, так и людей, которые увлекаются здоровым образом жизни. Это, безусловно, растительные аналоги. Мы видим достаточно высокий спрос. И более того, мы в Перегрестке запустили в молочную категорию. У нас есть теперь маленький корнер растительных продуктов. Это как и молочные заменители, так и, соответственно, вегетарианская колбаса. Поэтому еда будущего, она такая, которая позволяет есть здоровый перекус на ходу, функциональный продукт, но при этом с заботой в том числе и об экологии. Потому что в будущем мы все будем особое внимание уделять устойчивой повестке. И поэтому сейчас крайне важно, как продукт не только производит, какой его состав и во что его упаковывают. Поэтому об этом у нас и идет речь на нашей конференции, где мы объединяем всех производителям и даем им настрой на весь следующий год. Здорово. А скажите, пожалуйста, Елена, удалась ли повестка конференции? В целом, как вы оцениваете результаты? Вы знаете, этот год, он был действительно очень насыщен. Несмотря на многие события, мы видели полную явку и аншлаг. Значит, эта повестка действительно нужна, она актуальна. Мы знаем, что будет еще несколько тысяч, как минимум, просмотров потом в онлайне и записи нашей конференции. Поэтому большая благодарность организаторам, что дали возможность составить такую интересную совместными усилиями программу и действительно нужные отрасли. Спасибо большое, Елена. Надеюсь, что цели вашей ЗОЖ-программы будут выполнены на все 100%. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.